Куми Ханчиларья, ты наш Господь, и тебе по праву принадлежит вся слава, и перед именем твоим преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Мы благодарны тебе, что никакая сила во вселенной не сможет поменять твой статус. Ты создатель, наследник и искупитель табой уже созданного мира. Своей смертью ты лишил силы имеющего державу смерти дьявола. Мы благодарны тебе за то, что ты царствуешь, поэтому вселенная тверда и не подвигнется. В твоих руках судьба империй, стран и всякой державы. В твоих руках судьба прошлого, настоящего и будущего. Я благодарю тебя за то, что ты силен смирить всех ходящих гордо. Я благодарю тебя, что у тебя в руках сердца царей, у тебя в руках бразды правления. И я благодарю тебя, что церкви своей ты дал эту законодательную власть. И ты сказал, что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе. Мы благодарны тебе, что мы в завете с тобой. Благодарны тебе за этот благословенный год. И за твое неизменное филадельфийское благословение. Ты Альфа и Омега. Ты начало и конец. Ты первый и последний. Ты тот, кто благословляешь нас. На старте в январе. И тот, кто принимаешь нас и благословляешь нас на финише. В декабре. Мы любим тебя. Благодарим тебя за каждое чудо, которое ты совершил в этом году. Благодарим тебя за все чудеса, которые ты еще совершишь за этих несколько дней. И поставишь свою жирную печать на всех своих проектах и на всех своих программах. И доявится дело твое на рабах твоих. И доявится слава твоя на сыновьях твоих. И в деле рук наших с поспешиствуй. И в деле рук наших с поспешиствуй. Вся слава принадлежит тебе и только тебе во имя Иисуса Христа. Амэн. 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 Уважаемые друзья, я сердечно приветствую вас на нашим последнем богослужении 2021 года. Как быстро пролетело время. Вот тебе январь. Вот тебе уже и май. Вот тебе уже и октябрь. И вот тебе последние странички уходящего года. Как приятно понимать, что жизнь – это коллекция дней. Чем наполнен день, тем будет наполнена и вся жизнь. Вот почему так актуально звучит сегодня. Научи нас, Господь, не суетиться и не убегать от самого себя. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Пусть каждый день будет наполнен Божьими откровениями. Пусть каждый день будет полон нашего понимания и нашего сотрудничества с нашим драгоценным и великим Богом. Время неумолимо сокращается и шаги грядущего уже слышны. Они все громче. В шаги грядущего содрогающего царства тьмы. В шаги грядущего в шаги его великой армии, частью которой к счастью являемся мы. Уважаемые друзья, так приятно быть с вами вместе на старте в начале и так приятно быть в том же сообществе в самом конце. Поверьте, не начало венчает, а конец. награды вручаются не на стартовой линии, награды вручаются на финише. Вот почему более чем какое-то другое место так актуально и злободневно звучит. Тезис, который за моей спиной секрету скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, претерпевший до конца спасется, а побеждающий наследует все. Итак, уважаемые друзья, в конце этого года хотелось бы коснуться такой важной грани нашему духовному опыту как про зрение, про зрение, и тема моей проповеди будет звучать именно так. Про зрение своевременная и запоздалая синдром после вкусия. Поговорим о нашем зрении. Про зрение это профессиональное зрение. Подозрение это недостаток зрения. Когда ты что-то не видишь, но ты предполагаешь, что оно существует, поэтому, уважаемые друзья, Бог сегодня хочет поработать с нашим зрением. Он самый квалифицированный окулист. Поэтому зрение это очень важно. Что ты видишь, Санчеловеческий? Как у тебя со зрением самое большое проклятие, имея глаза, ничего не видишь. Зрение есть, а прозрение почему-то нет. Давайте я сегодня порассуждаю. В конце этого года не только о нашем зрении, но о нашем прозрении. Потому что это великая тайна. Это могущественный рычаг в нашей судьбе, после которой начинается преобразие, и глубокие перемены в нашей жизни. И обязательно после прозрения будет после вкуса. Давайте прочитаем несколько мест священного писания. Раксту по обыкновению своему в день субботни в синагогу. И стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он раскрыв книгу, нашел место, где было написано, «Ду, Господи, на мне». Ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, а слепым прозрение и только после этого отпустить измученных на свободу. проповедовать лето Господне благоприятное и, закрыв книгу, отдав служителю, сел и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне» «шодень» исполнилась писанесия «шиз священники в субботний день в данной синагоге читали Тору, читали эту книгу, читали это место, читали просто либо как строчки древних пророков, либо как прогнозы далекого будущего, но вот пришел мессия, 30-летний парень, ничего из себя не представлявший на фоне этих бородатых старейшин это был молодежный лидер или какой-то начинающий евангелист 30 лет, подумайте только, и происходит на глазах что-то невероятное, он не просто читает, он не просто акцентирует, это место священного писания, он прочитал, закрыл книгу и сказал, на ваших глазах исполняется пророческое слово, перед вами произойдет величайшее чудо, словом становится плоти, материализуется пророческое послание, на ваших глазах воплощается в жизнь в лице месии божественное пророческое слово, слово, никто такого не говорил ранее, и вряд ли кто-то после этого говорил такие же слова, я восхищаюсь моим господом, он оригинальный, он неповторимый, он великий посланник вечности, он пришел на эту землю, чтобы воплотить в жизнь каждое пророческое слово, которое было записано в Слове Божьем сотни лет назад, тысячи лет назад, да хоть когда слово стало плотью и обитало с нами полное силы и благодати, и мы видели славу его, как славу единородного, моя мечта, моя молитва, уйти от привычных религиозных стандартных схем, и лично познакомиться с ним, увидеть его глаза, ощутить дыхание вечности, услышать голос вечности, чтобы он сказал сегодня исполняется пророческое слово, перемены в жизни начнутся в тот момент, когда слово Божье из уровня теоретического наследия будет трансформироваться в область практического богословия. Внимание на экран! суть новозаветной проповеди Слова Божьего, суть новозаветной проповеди Сына Божьего, крушение рабства и провозглашение свободы. Где Дух Господень? Там свобода. Уважаемые друзья, какая разница, что нас сегодня окружает? Какой режим, какие требования, какие угрозы или ограничения? Слово Божье не зависит от реальных окружающих нас условий. Слово Божье живо и действенно во все века и во все времена. И суть новозаветной проповеди Сына Божьего сегодня остается той же самой. Иисус Христос вчера сегодня и вовеки тот же. Он ненавидел рабство, он ненавидит рабство, и он всегда будет его разрушать. Потому что это оскорбительно и унизительно. Любое рабство политическое, медицинское, религиозное, духовное. Это оскорбление Божьего творения. Бог не творил нас для рабства. Бог не творил нас для тирании. Бог не сотворил нас для страданий и мучений. Где Дух Господень, там свобода. Обратите внимание, вся программа Иисуса Христа, она была направлена лишь для одного. Сокрушить систему рабства. Всех измученных выпустить на свободу, разбить цепи и вернуть человека к тому состоянию, в котором он был создан в Едеме. Следующий пункт. Но прежде чем как отпустить измученных на свободу, он гарантирует всем узникам прозрение центральным пунктом божественной программы центральным пунктом божественного проекта искупления и освобождения рабов греха и всякого проклятия слова прозрения. Будет прозрение, будет освобождение, не будет прозрения, не будет освобождения. Бог вслепую никогда и никого не спасал. Прежде кого-то выводить из тюрьмы, Бог хочет убедить узника, где где он был 2022, и получить избавление и освобождение, Господь говорит, вначале должно произойти прозрение, прозрение и духовное, и физическое. Еще раз прочитаем этот тезис. Бог желает всех измученных выпустить на свободу, но перед тем, как отпустить измученных на свободу, Он гарантирует всем узникам прозрение и физическое, и духовное. Прежде чем открыть темницу, Он открывает слепым глаза. Прежде чем открыть темницу, Он открывает слепым глаза. Запомните это, зафиксируйте это, возьмите это на вооружение, прежде чем открывать двери темницы, Бог открывает глаза. чтобы это спасение не происходило вслепую, но чтобы это было воочию. Прозрение предшествует избавлению, освобождению и спасению. Внимание на экран, следующий тезис. Запишите, запомните, пусть на скрижалях нашего сердца драгоценный Дух Святой запишет это послание прозрение предшествует освобождению. Первично прозрение, вторично освобождение, но никак не наоборот. Вначале он открывает слепым глаза и потом уже зрячих, тех, кто видит, что творится. Тот, кто видит, откуда он уходит. Тот, кто видит, куда он идет. После прозрения начинается реальное освобождение. Дальше, что предшествует прозрению? Какие причины? Что такое глазная мазь для всех слепых? Что такое глазная мазь для тех, кто не может видеть? Глазной мазью в данном случае является откровение. Запомните, откровение это глазная мазь для тех, кто хочет видеть. Если ты хочешь видеть духовную реальность, если ты хочешь видеть, кто окружает тебя, кто против тебя и кто за тебя, проси у Господа этой глазной мази, которая является ничем иным, как откровением. Пожалуйста, еще раз внимание на экран. Откровение предшествует прозрению, а прозрение приносит кардинальные перемены в нашей жизни. Откровение предшествует прозрению, а прозрение кардинально поменяет нашу судьбу и всю нашу жизнь. Давайте посмотрим, как это практически происходит. Луки 15, 17-19 речь идет о блудном сыне. Придя же в себя, он сказал, сколько наемников у отца моего избыточствует хлеба, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою и уже не достойно называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Еще раз прочитаем 17 стих. Придя же в себя, он принял серьезнейшее решение. Что такое прозрение? Прозрение это тот момент, когда человек пришел в себя. Есть моменты, когда человек выходит из себя и забывает свои координаты. Что такое прозрение? Прозрение это когда ты один на один остался. Когда ты пришел в себя. когда ты мозги включил. Когда ты перестал верить всякой лжи. Когда ты сопоставил то, что у тебя было с тем, что у тебя стало прозрение. Это когда ты посмотрел на себя Божьим Божьим взглядом внимание на экран. Человек прозревает в тот момент, когда он приходит в себя. Когда я прозрею, когда я приду в себя. Когда я сосредоточился, сконцентрировался, когда я с уровня сознания перешел на уровень подсознания. Это когда я прикоснулся к своей совести, которую на некоторое время выключил. Она много о чем может сказать. Когда я свою волю, я взял на вооружение и направил ее в ту сторону, о которой говорит мне совесть. Много мыслей, много идей, много эмоций. Что такое прийти в себя? Это привести в гармонию свое сознание и свою совесть. это момент, когда ты приводишь в абсолютную гармоническую связь твое сознание и твое подсознание. Это когда интуиция, на которую ты плевать хотел и смотрел только на то, что было видимо, вдруг интуиция начинает тебе подсказывать, чувак, ты вляпался, причем вляпался не по-детски, ты все потерял, ты все проиграл и остался у свиного корыта, мозги включи, приди в себя и ответь сам себе на эти жгучие вопросы. Кто ты? Где ты? С кем ты? На самом ли деле ты делаешь то, что ждет от тебя Господь? Когда человек приходит в себя, наступают чудеса. Выходить из себя это начало проклятия. Иду, гуляю, что хочу, то творю, куда хочу, туда еду, все красные линии переступаю, я никому не должен ничего, я свободен, мы выходим из себя, творя безумие, абсурд и проклятия, теряя здоровье, теряя деньги, теряя совесть, теряя помазание, и потом однажды, оказавшись один на один со свиньями, оказавшись в этом свинстве, мы приходим в себя, но лучше позже, чем никогда, пришел в себя, и осознав бессилие, спросил, что я тут делаю, чего я жду, пришел в себя, глаза мои открылись, как у Адама там в Едемском саду, пришел в себя, настало время возвращаться, я здесь не задолжал никому, мою очи дом кроя родные снятся, саду, поэту, как сума ему, скажу, я провинился перед небом, скажу, я согрешил перед тобой, прими прими меня, но кем бы там я не был, я возвращаюсь домой, Боже мой, когда человек возвращается в себя, когда он приходит в себя, наступает гармония, во время которой Господь способен достучаться до здравого смысла и до человеческой совести, который подскажет, где ты, куда ты вляпался, какие решения надо принимать и куда возвращаться. Уважаемые друзья, внимательно на экраны, если бы он не пришел в себя, прозрение бы никогда не произошло. А если бы не произошло прозрение, в жизни бы ничего не изменилось. Он бы так и остался пожизненным рабом. Но произошло что-то фантастическое. Достало, надоело, опостылило. Я ненавижу это свинство. Следующий тезис. Его протест помог ему прийти в себя. Придя в себя, он получил прозрение. А человек прозревший готов в своей жизни на самые кардинальные перемены. Слепые не будут такие решения принимать. но человек прозревший он другой человек. Человек прозревший он готов к кардинальным переменам в своей жизни. уважаемые друзья, заканчивается год. Ты можешь проверить свои пути, свои маршруты. Ты где гулял? Ты где путешествовал? Ты где находился? На злачных пожитях? или по свинарникам? Ты где был в течение этих 12 месяцев? Ходил ли ты теми путями, которые сделали тебя выше? Увереннее? Благословение? Или же все-таки это было время, когда мы теряли себя, когда мы теряли авторитет, влияние самих себя. Осталось пару несколько дней до Нового Года. Моя молитва, моя просьба, приди в себя, посмотри на себя. Критическое мышление поможет тебе изменить все абсолютно. Те, кто не прозрел, они могли сидеть дальше возле свинарника и и могли бы этому парню говорить чувак поздняк метаться ничего не поменяем так как есть так и будет на роду написано родился свиньей свиньей помрешь сколько сегодня обольщения которое диктует тебе обреченность фатализм и неизбежность проклятия и изменить ничего нельзя вы знаете кто сушит весло вы знаете кто капитулирует вы знаете кто соглашается дальше находиться в этом свинстве слепые люди там где нет прозрения там никогда не будет перемен но как только люди открывают глаза это происходит что-то невероятное еще раз когда происходит прозрение рождается протест и когда он вспомнил кем он был и кем он стал этот контраст это критическое мышление взорвало в его сердце протест прозрение оно всегда будет связано с этим протестом протест против болезни приведет тебя к исцелению протест против тупости приведет тебя к просвещению протест против рабства приведет тебя к свободе протест против греха и беззакония приведет тебя к святости потому что что Бог выходит навстречу сильным протестантам. Тот, кто не стелится перед режимом, тот, кто не стелится перед дьяволом, перед своими слабостями и перед своими грехами. Кем бы ты ни был, брат, сестра, сколько бы возраста у тебя ни было или какого-то стажа, запомни, главное послание Нового Завета крушение всех видов рабства. Господь говорит и сегодня кому-то из нас Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, слепым, даровать прозрение, измученных выпустить на свободу. Это было вчера. Это происходит сегодня. И это будет происходить до тех пор, пока Христос не придет к нам. Может быть, ты разочаровался и говоришь, Алексей пытался, пытался, как мог, пытался выскочить из этого свинарника, пытался вырваться из этих борделей, пытался выскочить из этого проклятия и зависимости, и ничего не получилось. Что, о чем ты говоришь? Песенка спета, и все мечты накрылись медным тазом. Дорогуша, Господь живой, Его рука не сократилась, чтобы спасать. Ухо Его не отяжелело, чтобы слышать. Первое, что Он хочет дать тебе, вернись, вернись в себя, посмотри на свою жизнь, прислушайся к своей совести, послушай свою интуицию, загляни в свое подсознание. Все, что я говорю, это все обозначение Духа. Дух – источник твоих перемен. А Дух – это совокупность, интуиция, совесть и подсознание. Если ты игнорируешь совестью, ты игнорируешь Дух. Если ты игнорируешь интуицию, ты игнорируешь свой Дух. Если ты игнорируешь свое подсознание, ты просто плотской, христианский, Мы должны развивать свой дух, чтобы победить свою разнужданную плоть, а чтобы разбудить свой дух и развивать его, развивай интуицию, вникай в себя и учения, занимайся им постоянно, ибо так поступая, себя спасешь. Из слушающих тебя совесть не отвергай эту совесть, потому что это часть духа. Бог через совесть говорит человеку, если ты глушишь свою совесть, ты просто бросаешь вызов и говоришь, Господь, заткнись, я слушать не хочу тебя, не оскорбляйте Духа Святого, прислушивайся к совести, Как Библия говорит, что отвергнувши совесть и веру, очень многие потерпели кораблекрушение веры. Дух Святой помоги нам сегодня получить прозрение, защити нас от этого безумия, когда мы, закрывая глаза, бежим, куда не попало. Пришло время прийти в себя и вернуться в отчий дом. Пришло время прийти в себя, прозреть, увидеть реальность, в которой ты сегодня находишься, принять серьезные решения и вернуться от свинарника в отчий дом. Дух Святой на этом месте, я абсолютно убежден, что сегодня наш великий окулист пытается открыть нам глаза и показать, что всякие иллюзии закончились, Не сочиняй и не придумывай себе мир иллюзий, тюрьма есть тюрьма, комфортная она или некомфортная. Бог выводит всех измученных на свободу, и пусть это будет послание новогодним, пусть Дух Господень поможет всем измученным выйти на свободу. Но прежде освобождения, Он гарантирует нам прозрение. Закрой глаза сейчас и начинай молиться. Скажи, Господь, я не хочу быть обманутым человеком. Я не хочу быть жертвой обмана и обольщения. Я хочу видеть, где я нахожусь. Я хочу смотреть на эту реальность не глазами горделивых религиозных людей. Я хочу смотреть на эту реальность твоими глазами. Помоги мне прийти в себя. Помоги мне возненавидеть этот свинарник, который вокруг меня. Если я что-то потерял, Господь, дай мне этот протест. Дай мне, Господь, эту мудрость. Быть смелым, называя вещи своими именами, прозревшие. Принять это серьезное решение. От свинарника вернуться в отчий дом. Мы живем один раз. И Бог дал нам по милости 21-й год. И дал филадельфийское благословение. О, Боже, помоги нам. Помоги нам, претерпевши до конца. Не потерять обещанное. Все грядусь скоро, говорит Господь. Держи, что имеешь. Дабы кто не восхитил венца твоего. О, как Бог не желает. Во время своего второго пришествия. Увидеть тебя возле свинарника. Это будет поражение всей судьбы. О, как Бог желает увидеть свою церковь накануне пришествия на святом месте, где мы могли бы быть как невеста и духа невеста. Взывают к ряде. И, Боже, очисти нас, освободи нас от обмана и заблуждения. Боже, нам сегодня нужны открытия глазами, чтобы видеть, видеть, кто мы, где мы, с кем мы, против кого мы. О, Боже, защити нас от всякого обмана только слепые и лукавые люди горькое могут называть сладким. Свет называть тьмою. Святое называть нечестием, а нечести называть святым. Боже, открой наши глаза и хотим сегодня кричать, как кричал Вартимей, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, Иисус, Сын Давидов, открой мне глаза, чтобы я мог видеть, кто я, где я и что я делаю. В одном из посланий Господь упрекает ангела одной из церквей и говорит, эй, ты самодовольный религиозник, и говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, но на самом деле ты жалок, ты несчастен, ты обнаженный, попроси глазной мази, чтобы видеть и чтобы слышать и чтобы понимать, кто ты, где ты, с кем ты. Уважаемые друзья, не будет прозрения, не будет перемен, будет прозрение, будет освобождение. Боже, помоги нам прийти в себя, найти гармонию со своей совестью, со своим подсознанием и со своей интуицией. Если еще Дух Святой как снется этих три составляющих нашего естества, Боже, какие перемены придут. Моя молитва, мое огромное желание, чтобы, встречая новой 22-й, мы могли встретить этот год в объятиях нашего Отца Небесного, который так долго ждал, который выходил и смотрел на эти дороги, из далеких стран в отчий дом. Сколько зим, сколько дней, сколько времени Отец смотрел и ждал, когда же Он придет в себя. Он далек от принудительного благословения. Он не посылал ментов за Ним. Он не посылал туда спецназ, чтобы его вернуть. Нет. Наш Бог остается Богом, который дает каждому из нас право свободного выбора. Хочешь сидеть там со свиньями, сиди, но если ты придешь в себя и осмыслишь, насколько было благословенным твое пребывание в отчем доме, и ты принимаешь это решение, Он даст тебе прозрение. Моя молитва, драгоценный Дух Святой, коснись нашему сердцу, коснись наших глаз, пусть в нашей жизни произойдет это глубокое преобразование. Парвертия. Итак, его протест, внимание на экран, его протест помог ему прийти в себя. Придя в себя, он получил прозрение, а человек, прозревший, готов к своей жизни на самые кардинальные переменные. Дальше. До тех пор, пока мы в своем безумии выходим из себя, мы слепы. Мы не понимаем, куда идем, и что мы делаем. Но, когда мы возвращаемся в себя, мы прозреваем и начинаем понимать, в каком проклятии мы оказались. Прозрение дает и мудрость, и мужество уйти из дома рабства и вернуться. Вот чей дом мы слепы. Мы не понимаем, куда идем, и что мы делаем. Но, когда мы возвращаемся в себя, мы прозреваем и начинаем понимать, в каком проклятии мы оказались. Прозрение дает нам и мудрость, и мужество уйти из дома рабства и вернуться в очей дом. И как мы говорили ранее, прозрение предшествует освобождению. Прозрение предшествует освобождению. слепота это проклятие. Когда человек ходит во тьме и ничего не видит, он спотыкается, он разбивается, он становится жертвой насилия и любого вида проклятия. Иисус сказал, если вожди слепые ведут слепых, они оба упадут в яму. Судьба слепых проклятие. Как бы это мы не называли, и как бы мы это не рекламировали, поэтому Господь и сказал, горе вам, вожди слепые, горе вам, кто идет за слепыми вождями. Извините, друзья, я несу ответственность за то, что я делаю из-за тех, кто меня слышит. Я не хочу быть слепым вождем. Я не хочу быть слепым вождем и вести в яму таких же слепых. Я молюсь сегодня моему Господу, Господь мои глаза открой, чтобы мы видели, где мы живем, чтобы мы видели не только то, что Антихрист готовит, эти дурацкие вакцины, этот фашизм, эти запреты, это все куплено и продано. Боже, открой мои глаза, чтобы я видел твою программу, чтобы я увидел твои планы, чтобы я видел твою руку, чтобы вместе этими псалмопевцами. Мы могли однажды сказать, всегда я видел перед собою Господа, ибо Он одесну меня, не поколеблюсь, как нам необходимо сегодня. Это прозрение. Господь дай нам эту глазную мазь, чтобы наши глаза могли видеть, чтобы мы, освободившись от этой рекламы дьявола, от этой идиотской статистики заболевших, умерших, отравленных, Господи, пленяй наши помышления в послушание Иисусу Христу. Боже, дай нам прозрение. Боже, открой наши глаза, чтобы мы открытым лицом, взирая на славу Божью, могли преображаться в тот же образ, как от Господня Духа. Боже, сними всякое покрывало с нашего сознания. Сними, Господь, всякие барьеры и всякие завесы, которые отделяют нас от Твоей славы. прозрение. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, Иисус, Сын Давидов, открой мне глаза, чтобы мы видели славу Твою, чтобы мы преображались в тот же самый образ, как от Господня Духа, чтобы в этом мрачном мире мы были как светило, сияющее во тьме. Зачем тогда Христос сказал нам, что мы свет этого мира не для того ли, чтобы мы прозревшие и просвещенные могли открывать этим людям красоту, глубину и величие нашего драгоценного Господа, Иисуса Христа. Уважаемые друзья, о чем хотелось бы молиться? Боже, глазная мать, мы приходим к Тебе как небесному окулисту. Иисус, открой глаза, чтобы мы могли видеть, уважаемые пасты и лидеры, это наша актуальнейшая молитва. Вы помните, когда Елисей был на горе и рядом с ним был этот гейерий и вокруг них были эти войска враждебного государства и странная картина, странная картина, Елисей спокойно сидит, смотрит, скатас, а рядом с ним нервничает, суетится и дергается его помощник и говорит, увы, господин, увы, мы проиграли, все ловить нечего, их так много, а нас так мало, мы проиграли, что-то надо делать, паника, суета, суета и паника, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, потому что он слепой, и Геезию, отвечает Елисей, это угомонись, тех, которых с нами больше, чем тех, которых с ними, бедный Геезий, это плотское христианство, это душевное христианство, которое считает безумие, то, что от Духа Божьего, и он стоит и говорит, да, духоманы какие-то тупые, летают в облаках, нас больше, чем их, раз, два, два, раз, а там тысячи, уважаемые друзья, и вот мы снова и снова с вами выходим вот на эту линию, где отделяется христианство на духовное и на плотское. Помышления плотские суть смерти, потому что они зависят от временных земных категорий, а помышления духовные суть жизни, потому что они зависят от глубин вечности. пусть наши команды прозреют, пусть наши лидеры прозреют, пусть прозрение прежде всего придет нам служителям, и знаете, Елисей начал молиться, и говорит, Господь, пожалуйста, хоть раз, пусть мой помощник взбаламошеный помощник пророка Елисея, который дергался, кричал, паниковал, вдруг завесос глаз упал, и он увидел Божьи колесницы, он увидел ангелов, несметное количество, он вдруг увидел открытые небеса и великого Бога, который держал свою руку над ними, и на этом фоне все эти враги, вся эта армия, они были как крысы, они были как тараканы, ничтожные, и он увидев это прозрение меняет в корне и философию жизни, и позицию жизни, и отношения, когда плотские лидеры становятся духовными и слышат голос вечности и ощущают ее дыхание, все поменяется, прозрение предшествует освобождению, прозрение предшествует освобождению от паники, от страха, от разочарования и поражения, и он подошел к Елисею, и сказал спасибо, спасибо за такую молитву, прозрение, когда мы думаем, что нам нужно что-то еще другое, вторичное, но я понимаю, что деньги нужны, но кто же против, я понимаю, что нам полный зал нужен людей, которых здесь нет, но кто же против, я понимаю, что нам нужны свободы, чтобы люди были нормальными, а не стадом баранов, это все понятно, но первично Господи, открой мне глаза, я хочу видеть эту всю реальность твоими глазами, прозрение влияет на мышление прозрение, оно меняет мышление, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, когда открываются наши глаза, мы находимся в его вечном свете, Бог есть свет, и нет в нем тьмы, я возрожден для вечной жизни, по благодати Божьей, я спасен, великую судьбу имею в нем, Бог есть свет, если Бог живет во мне, то я есть свет этого мира, о Боже мой, нам с вами необходимо сегодня просить у него, Господь, пусть в нашей жизни, в судьбе наших родных и близких, в судьбе нашего народа произойдет освобождение и избавление, он отбрит нас, но перед этим даруй слепым аклием прозрение, Господи, мы хотим видеть Твою великую славу, мы хотим видеть Твое благословение, Твои планы, и пусть в это сумасшедшее время мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает наше сердце и помышление во Христе Иисусе. Итак, уважаемые друзья, последняя фраза, и мы будем уже молиться. Откровение предшествует прозрению, а прозрение приносит кардинальные перемены в нашей жизни. У Бога такая уникальная комбинация, когда ты возвращаешься в себя, когда ты на вы со своей совестью, со своим подсознанием и со своей интуицией, которая суть Духа, то Дух Божий, прикасаясь к нашему Духу, он способен открыть нам картину будущего. Уважаемые друзья, исполняйтесь Духом Святым, для того, чтобы научающая благодать могла вести нас этими путями, чтобы мы ходили во свете и не спотыкались. Откровение предшествует прозрению, а прозрение бывает предшествовать откровению. раз на раз не приходится, но если ты вошел в себя, открыл свою сердцу, откровение обязательно притер. Откровение оно всегда в содружестве с прозрением. Там, где есть прозрение, там будет откровение, а там, где откровение, там обязательно будет прозрение, а прозрение приносит кардинальные перемены в нашей жизни. Итак, уважаемые друзья, мы подошли к концу, и я бы хотел помолиться сейчас. Первое место, которое мы прочитали, 20,000 раз прочитаем, Луки 4, 16, 21, и пришел в Назарет, где был воспитан, и по обыкновению своему, он стал читать. Ему подали книгу пророка Исаи. И он раскрыв книгу нашел месту. Майя молитва, пусть каждый из нас найдет то месту, священам писания, которая воплотится в нашей судьбе, в моей семье, в моем сердце. 18. Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать еще. Я знаю, что мы все в разных ситуациях. Мы все в разных ситуациях. Кто-то сегодня в отчим доме испытывает невероятную благодать. Кто-то возле свинарника, кто-то может быть в промежуточной транзитной позиции, но нам всем нужно это Дух Господень. Нам нужна Его программа. Она для всех. Он против свинства, Он против оскорбления и всякого несчастья. Его воля, когда мы говорим, да будет воля твоя, так вот воля Божья, чтобы все измученные вышли на свободу, но перед этим Он хочет дать слепым прозрение. Еще раз тезис. Суть новозаветной проповеди сегодня остается той же самой. Примея это как пророческое слово, крушение рабства и провозглашение свободы на всех уровнях нашей жизни. Суть новозаветной проповеди остается той же самой. Крушение рабства и провозглашение свободы, где Дух Господень, там свобода. Дальше. Но перед тем, как отпустить измученных на свободу, пожалуйста, но перед тем, как отпустить измученных на свободу, Он гарантирует всем узникам прозрение. Вот суть вещей и физическая и духовная. И запомните этот тезис на всю жизнь. Прежде чем открыть темницы, Он открывает слепым глазам. Прозрение предшествует освобождению. Откровение предшествует прозрению. А прозрение приносит кардинальные перемены в нашей жизни. Амэн. Я благодарю Бога за прозрение уникальный вечер. Я переживаю Божьей присутствии. Я чувствую, как он касается моего духа. Он не хочет своих детей видеть ходящим во тьме. Он хочет своих детей видеть ходящим во свете. Я буду молиться сейчас, чтобы Бог дал нам глазную мазь, чтобы мы увидели все, что происходит вокруг нас. Прозрение предшествует всем кардинальным переменам в нашей жизни. Просить перемен и не просить прозрение это говорить пустые слова. Давайте говорить о прозрении. И пусть в этот вечер драгоценный Дух Святой прикоснется к нашим зрению во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя Господь за это послание. Я благодарю Тебя что в конце этого года Ты так хочешь поправить наше духовное зрение. Ты так хочешь восстановить все наши способности. Я благодарю Тебя и пусть это Слово не вернется к Тебе четко, пока не исполнит то, для чего оно послано. Благодарим Тебя что Ты здесь, что Ты любишь нас. Благодарю Тебя что у Тебя есть глазная мазь. И я благодарю Тебя что все жаждущие, все честные, алчащие и жаждущие правды, все протестанты против рабства, проклятия и свинства, они являются реальными кандидатами на это прозрение. Помоги нам вернуться и прийти в себя. Помоги нам привести в полную гармонию и свою совесть и свое сознание. О, драгоценный Дух Святой, наведи порядок в нашей жизни, чтобы мы в Новый Год вошли открытым лицом, взирая на славу Твою. И как Ты говорил из пророка Аввакума, что наполнится земля познанием славы Господа, как воды наполняют море, так пусть это и произойдет. Во имя Иисуса Христа, Амэн, Амэн, Амэн. Итак, уважаемые друзья, это последнее служение. Я еще раз хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам всем преображения, обновления и этой реформации пусть прозрение принесет кардинальные и глубокие перемены в нашу жизнь в следующем году. Люблю вас, благословляю вас, неизмена ваш, пастор Алексей. Алексей. Спасибо, пастор. Неожиданно, мне кажется, эта проповедь, она как жирная точка к концу года, чтобы мы в следующем году вошли другими, чтобы мы могли оценить, посмотреть, как прошел этот год и изменить, попросить эту, на самом деле, или глазную мазь, чтобы мы видели, куда, с кем и как. Огромное спасибо вам, пастор, за слово. Я хочу призвать каждого, что время сейчас 29 декабря, осталось два дня, и мы можем порассуждать о том, как прошел наш год. Мы можем посмотреть, как Бог нас вел и до какого места Он нас довел. И Он не оставит нас, Он не бросит нас, Он будет вести нас дальше. попросить Господа, может быть, те вещи, которых мы сейчас могли увидеть в своей жизни, которые нам не нужны, которые мешают нам достичь те вершины, которых Господь нас хочет вести, можем попросить в этом году, чтобы Бог освободил нас от этого, чтобы Он дал прозрение, чтобы мы были зрячими, а не слепыми, чтобы мы могли видеть, какими путями нам надо идти и куда идти. И я знаю, что жертва, она останавливает проклятие. Жертва меняет много вещей в наших жизнях. И это последнее служение в этом году. Я хочу призвать вас, дорогие, возьмите жертву, возьмите жертву, которая остановит то, что несет смерть в вашей жизни. Вожмите жертву, которая откроет двери и покажет вам путь, по которому вы должны следовать. Бог нас не оставит, Он нас проведет, Он держит нас в своих руках, Он даст нам глазную мазь, и мы будем другие. Печально, когда проходит год, и мы, может быть, смотрим на 20-й год, и 21-й Он ничем не отличается. Я не хочу так жить. Я хочу, чтобы каждый год Он ввел меня вперед. Господь сказал, что Я буду вести вас от веры вере, от силы силу и от славы славу. Я знаю, может быть, если что-то вмешает в моей жизни жертва, она всегда помогает открыться небесам и Божьей славы и злиться на нашу жизнь. Возьмем свои пожертвования, и вы сейчас в своих экранах можете увидеть, какими способами вы можете поддержать церковь, какими способами вы можете укрепить связь с церковью через свои пожертвования, каким образом вы можете передать эту жертву, для которой вы приносите для тех нужд, которые только вам известны. Ну, если жертва лежит на алтаре, тогда Бог обязательно придет и благословит и откроет наши небеса. Вы можете перечислить, вы можете также позвонить по телефонному номеру, который находится в Латвии, и на церковный счет упадет 4 евро 27 центов. Вы также можете привозить в Дом Божий, в фойе стоит жертвенник, вы можете заходить и оставить там свои жертвы, свои десятины. И также, если у вас нету возможностей не перечислить, не привезти, вы можете позвонить по этому номеру, и мы договоримся, как мы доставим ту жертву, которую вы хотите принести в Дом Божий на это место. Поднимем свои пожертвования и будем молиться. Отец Небесный, в этот вечер мы стоим перед лицом Твое. Господь, Ты видишь каждого человека, не мы. Господь, не то, что мы хотим или мы делаем. Я знаю, что Твой Дух видит каждого человека, видит каждую жизнь, видит каждое сердце. Господь, дай эту мазь глазную, чтобы жизни изменились. Господь, чтобы завтрашний день он не был таким же, как вчерашний и все остальные в этом году. Господь, если Ты говоришь, что Ты каждый день творишь все новое, пусть придет это новое в наших жизнях, чтобы мы еще ближе были к вечности, чтобы откровение о вечности, оно пришло в наши сердца и в нашей жизни. я благодарю, Господь, что Ты отвечаешь на каждую нужду, которая есть в Твоем народе. Господь, я молюсь за каждого человека, который нас сейчас смотрит. Благослови, коснись, исцели, измени жизни. Господь, пусть приходит освобождение, пусть люди выходят на свободу, пусть глазная мазь будет сейчас помазана на глазах Твоих людей, Твоего народа. Слава Тебе, Господь, всю честь и всю славу мы воздаем только Тебе во имя Иисуса Христа. Амин. Благословение всем с Новым годом. Наше следующее служение уже будет в 2022 году 2 января в 11 00. Подключайтесь, встретимся на этом же месте. Благословение всем с миром Божиим.